добрый день дорогие друзья с вами я Усманов Павел рад приветствовать вас на нашем канале и сегодня мы затронем такую интересную тему как отмостка для чего она нужна какие виды бывают и в какой момент ее нужно делать итак давайте перейдем к назначению отмостки первое самое важное благодаря небольшому уклону своей ширине и водонепроницаемости отмостка отводит воду или влагу будь то дождь или растаявший растаявшая вода от снега от фундамента от конструкции отводит она не только на один метр до или больше отводит она в дренажные лотки или дренажную систему второе так как она водонепроницаема она сохраняет грунт непосредственно под отмосткой рядом с фундаментом и под фундаментом под подошву фундамента относительно сухим что в последующем предотвращает морозное пучение грунтов например и не даст вашему фундаменту разрушиться то есть это очень важная функция третье это декоративная функция она защищает от прорастания растений до деревьев так далее вблизи фундамента четвертая функция это предотвращение вымывания грунта из-под подошвы фундамента предположим резкое таяние снега у вас участок имеет ярко выраженный уклон и какой-то ручей прилегает у вас по участку да вы еще не успели сделать дренажку так далее если у вас есть отмостка она возьмет на себя часть удара и предотвратить вымывание грунта из под подошву фундамента и последнее назначение но не последнее по своей значимости это утепленная отмостка для регионов где есть промерзание грунтов где они пучинистые и ваше здание имеет фундамент который находится выше уровня промерзания то есть это плита или это ленточный фундамент мелкозаложенный то есть пучение для таких фундаментов критично и нужно не допустить промерзания подошвы фундамента в этом случае мы используем утепленную отмостку на метр в таком случае земля всегда теплая и нет промерзания подошвы грунта и воды скопившийся в подушке под фундаментом по виду отмостки они бывают жесткие или мягкие сейчас я вам расскажу о жестком типе отмостки это более классический вариант чаще всего представляет из себя железобетонную ленту опоясывающую дом вокруг а также может иметь различные варианты покрытия например клинкерная плитка или кирпич брусчатка асфальт изготавливают его классическим способом делают небольшую траншею на ширину отмостки то есть это обычно метр или даже больше заглубляют на 20-30 сантиметров также предусматривают все коммуникации то есть они должны быть заранее проложены в дом электричество вода газ канализация чтобы потом не подкапываться под конструкции а также не забыть про ливневку дождеприемники и ливневую канализацию и так мы вырали траншею лучше постелить геотекстиль отсыпать это песком хорошенько утрамбовать трамбуем мы по 10 сантиметров если используем вибротрамбовку дальше обязательно сделать гидроизоляцию следующий слой можно использовать а можно нет нужно смотреть из условий эксплуатации здания это утеплитель мы используем экструдированный пенополистирол уложенный в качестве основания на него кладется гидроизоляция делается опалубка вяжется арматурная сетка также обязательно предусмотреть деформационную ленту демпферную ленту отсекающую от мостку от цоколя арматурный каркас связан в виде сетки и дальше мы заливаем его бетоном толщина железобетонной конструкции обычно составляет около 10 сантиметров также заранее нужно предусмотреть формирование уклона бетон лучше выбирать марочный с противоморозными добавками если вы ведете в зимний период бетонирования также с высокими гидрофобными свойствами то есть его водопроницаемость должна быть достаточно низкая смесь заливают в предварительно установленную опалубку желательно весь объем залить сразу если у вас так не получается то нужно делать горизонтальные деформационные швы также если протяженность здания достаточно большая там 30 метров 50 метров то деформационные швы также делать обязательно так как ваша конструкция будет воспринимать морозное пучение нагрузки и в итоге лопнет некрасивыми трещинами плюсы и жесткой отмостки плюсы она водонепроницаема хорошо противостоит внешним нагрузкам ударным нагрузкам воздействия можно использовать как дорожку имеет большой выбор по отделке то есть на бетон мы можем легко укладывать любые виды плитки клинкерной брусчатки не боясь что потом ее поведет будет волнами так далее естественно долгий срок службы бетон прослужит я думаю что более 50 лет если все сделано по технологии используем качестве марочный бетон минусы такой отмостки это относительно дороговизна некая технологичность то есть перечисленный пирог достаточно большой трудоемкий нужно вязать сетку арматурную оставлять опалубку рыть траншею принимать бетон дальше заниматься уже наружной отделкой и в случае нарушения технологии например залить ее без сетки выбрать непроверенного поставщика бетона или вручную замешивать такой большой объем заливать с большими перерывами превышающие технологические перерывы в итоге это приведет к растрескиванию и возможно даже к разрушению вашей отмостки давайте теперь о мягкой отмостки мягкая отмостка обычно имеет верхний слой проводящий влагу но подлежащие слои также обладают гидроизоляционными свойствами и отводят эту влагу от дома или в дренажную систему такая отмостка является более простой в монтаже в принципе подлежащие слои у нее такие же как и у жесткой но верхний армированный бетон заменяется на другие материалы поэтому она называется мягкая также мягкая отмостка может быть утепленной а может и нет если это требуется для вашего здания в основном финишным покрытием мягкой отмостки является если это скрытая отмостка то это газонная трава различные растения или в противном случае щебень галька и различные виды сыпучих материалов плюсы и минусы мягкой отмостки плюсы более быстрый и простой монтаж второе это устойчивость к движению грунта третье это лучшая ремонтопригодность ну и четвертое она не требует сильного заглубления минусы мягкой отмостки периодически требует ухода если она сделана в виде газона то естественно это пропалывание постригание и так далее если виде щебня камушков то подравнивание камушков второй минус при отсутствии ограждающего бордюра она может расползаться и ну и нарушаться ее геометрия и третий минус так как она мягкая в ней отсутствует армирование бетон она может продавливаться от локальных нагрузок и воздействий и так как вы видите отмостка является важным конструктивным элементом вашего дома а не просто дорожкой опоясывающий здание и доверить ее производство нужно профессионалам как и строительство вашего дома поэтому обращайтесь к нам сделаем все в лучшем виде также занимаемся естественно дренажами или ливневками и весь этот комплекс работы можно объединить в одну задачу